Добрый день, глубоко уважаемые президиумы, глубоко уважаемые коллеги. Мы хотим сегодня представить интересный случай лечения пациента, который сейчас проходит лечение, продолжает лечение в городском клиническом онкологическом диспансере. Итак, пациент 1941 года рождения, 77 лет, который отмечает, что с 45-летнего возраста, с 1985 года появление артериальной гипертензии. У него поднималось давление до цифр 180-90 мм тутного столба и также беспокоили редкие приступы стенокардии напряжения, которые оккупировались приемом нитроглицерина. Также в анамнезе у пациента в 2007 году трансуретральная резекция мочевого пузыря по поводу рака мочевого пузыря первой стадии. В настоящий момент ремиссия заболевания гистологически – это уритериальный рак. Из сопутствующей патологии у пациента есть гипертоническая болезнь третьей стадии, резцердечно-сосудистых осложнений 4, полипост толстой кишки, рефлекс изофагит, аутоиммунный тиреоидит, субклинический гипотиреоз, варикозная болезнь вен нижних конечностей и дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника. И вот с одним из своих сопутствующих заболеваний пациент приходит на прием к гастроэнтерологу в декабре 2017 года, и прямо на приеме у гастроэнтеролога при глубокой пальпации брюшной полости у пациента случается пароксизм трепетания предсердий. Хочу напомнить, что пароксизм трепетания предсердий может возникнуть при ишемической болезни сердца, при остром инфаркте миокарда, артериальной гипертензии, миокардиток, гипертириозе, неспецифических хронических заболеваний легких и при обструктивных хронических заболеваниях легких. И прямо на прием в поликлинику по месту жительства на прием к гастроэнтерологу была вызвана бригада скорой помощи, и пациент был госпитализирован в центр Алмазова, где 15 января 2018 года им было выполнено восстановление синусового ритма с помощью электроимпульсной терапии и выполнена эхокардиограмма сердца, где было выявлено расширение правых отделов сердца, максимальная трикоспидальная регургитация и уплотнение пульмонального клапана. Здесь у меня вопрос. И плюс еще у пациента беспокоил жар, приливы и покраснение кожи лица и рук. Имея все перечисленные данные у пациента, его анамнез, какое заболевание можно заподозрить у пациента? Голосование предусматривалось? Да, конечно. А, все, отлично. Все у нас будет. Все, все, все. Ну, замечательно, да, замечательно. Сто процентов ответили, что это карциноидный синдром с формированием карциноидного сердца. На самом деле, хочу отметить, что этому пациенту повезло, потому что его госпитализировали именно в центр Алмазова. И на самом деле у пациента заподозрили карциноидное сердце при выполнении эхокардиограммы. Это сделал у врач УЗИ диагностики. И после этого уже был собран консилиум по пациенту. И дальше уже был расширен диагностический поиск. Итак, карциноидная болезнь сердца – это одна из причин сердечной недостаточности у пациентов с нейроэндокринными опухолями. Преимущественно поражает клапанный аппарат правых отделов сердца. Но в 20% случаев может наблюдаться и поражение левых отделов сердца. Выявляется у каждого второго пациента с карциноидным синдромом. У каждого пятого больного может быть началом клинических проявлений функционирующих нейроэндокринных опухолей. Миокардиальные метастазы случаются в 5% случаев. Описаны единичные случаи метастазов, проводящие систему сердца. И, к сожалению, является одной из основных причин смерти среди пациентов с карциноидным синдромом. Механизм развития карциноидной болезни сердца я представила на этом слайде. И так он начинается с выброса пептидов и вазоактивных веществ в полую вену. Дальше уже поражается правое предсердие, трёхстворчатый клапан, правый желудочек. Образуется фиброэластоз эндокарда клапанов, смещение и дефект клапанного аппарата. Возникает регургитация истеноз. И что ведёт к перегрузке и дилатации правого предсердия, правого желудка, желудочка, извините, и гипертрофии правых отделов сердца. И после консилиума был расширен диагностический поиск у этого пациента. Были взяты анализы на биохимические маркёры, а именно на серотонин, хромогранин А, и 5-гидроксиэндолуксную кислоту. Как вы видите, что все маркёры были повышены. Так, серотонин был повышен практически в 4 раза, хромогранин практически в 5 раз и 5-гидроксиэндолуксная кислота практически в 10 раз. И стали искать, где же располагается эта опухоль. Выполнили компьютерную томограмму органов брюшной полости 17 января и увидели, что в корне брюшеки тонкой кишки имеется большое образование 13 на 10 сантиметров. Образование прилежит горизонтальной части 12-перстной кишки, медиальным отделом головки крючковидного отростка поджелудочной железы и возможной инвазией брюшечной вены. Соответственно, пальпация глубокой брюшной полости данного образования вызвала у пациента пароксизм трепетания предсердий. Дальше было выполнено специфическое исследование ТПТКТ с 18-допой 1 февраля. Было подтверждено наличие образования нейроэндокриноприроды 13 на 10 сантиметров. И, соответственно, нам нужен был диагноз, да, и необходима была верификация диагноза. Выполнена была пациенту диагностическая лапаркстопия 27 февраля. Перед тем, как выполнить диагностическую лапаркстопию, пациент был подготовлен к данной операции для того, чтобы во время операции у него не возник карциноидный криз, он получал в течение двух недель актериатит короткого действия. И при ревизии было выявлено большое образование 20 на 15 сантиметров, которое занимало весь корень брюшейки и переходило на брюшейку поперечной ободочной кишки. И, к сожалению, взять биопсию с данного образования не получилось, потому что образование контактно кровоточило, поэтому на биопсию, на морфологическое исследование были взяты лимфатические узлы брюшейки тонкой кишки. Иммуногистохимический диагноз звучал как нейроэндокринный опухоль, Грейт 1, КИИ67, индекс пролиферации 1%. Таким образом, мы имели диагноз первично-множественная опухоль. Первый – рак мочевого пузыря первой стадии фирургического лечения в 2007 году. Второй – это нейроэндокринный опухоль тонкой кишки, Грейт 1, с поражением забрюшенных лимфоузлов и лимфоузлов брюшной полости. Осложнением диагноза являлся карциноидный синдром, карциноидное сердце, недостаточность трикоспидального клапана четвертой стадии, недостаточность пульмонального клапана третьей стадии и тяжелый стеноз коронарных артерий, который был доказан выполнением коронарографии 17 мая 2018 года. Вы видите, что практически все главные артерии, которые питают сердце, были стенозированы. И у меня вопрос. Какую тактику лечения вы бы выбрали? Что у нас с голосованием? Колосование идет, просто вот когда… Включайте, все. Супер. На самом деле очень интересные результаты, да, потому что, конечно, хирургия клапанной патологии у данных пациентов, она оправдана, да, потому что опухоль достаточно имеет индолентное лечение, и у этих пациентов возможно применять хирургии клапанной патологии. Что у данного пациента и было выполнено. Помогите, пожалуйста. Переключите, пожалуйста, на презентацию. Сейчас, буквально секундочку. Ну, листайте. 20 июня 2017 года пациенту выполнено аортокоронарное шунтирование, протезирование трикоспидального клапана сердца, но по желанию пациента это было выполнено в одной из клиник Израиля. И в марте 2018 года пациенту был назначен самотулино-аутажельство 20 мг, один раз 28 дней подкожно, по которому это лечение пациент получает по настоящее время. Последнее исследование пациент выполнял, оценку эффективности мы выполняли 16 ноября 2018 года. И что интересно, что на применении аналогов самоатестатина у пациента наблюдают это стабилизация с мин и минус 7% регресса опухоли. И все анализы у него в настоящий момент имеют тенденцию к снижению. Пациент чувствует себя отлично, он профессор, он читает лекции, ходит на работу, и в настоящий момент получает аналоги самоатестатина. Спасибо за внимание. Рашид Ахидовна, дайте, пожалуйста, микрофон, у нас запись ведется. Вопросы. Во-первых, представляете, больному пальпирует, у него мерцательная аритмия, пароксизм. Как бы ему делать операцию лапароскопическую? Ведь там же они же тоже дотрагиваются, да, и, соответственно, могло на операции возникнуть, ну, вплоть до остановки сердца. Идти на лапароскопию было очень опасно, и хирурги отказывались. А кардиологи говорили, что, слушайте, вы уж свою опухоль сначала диагностируете, а потом мы возьмемся. Поэтому было очень сложно. И мы тогда решили, все-таки решили ему дать аналоги самоатестатина. И вот на фоне них смогли сделать через какое-то время. Он потерпел, подождал. И потом сделали уже биопсию. Ну и второй случай, то, что наши кардиохирурги взяли его на операцию. Но у нас хирурги еще точат ножи, вот я не знаю. Все не превратилось и его генетическое слово точно не было. Нет. Несмотря на возраст, да? Вопрос, да. По вторым приступам, а не было пациент при пальпации? Нет, нет. Больше не. Нет, на самом деле, знаете, почему нет? Потому что пациент категорически отказывается от глубокой, вообще, он не дает пальпировать сердечную полость. Попробуйте. Ну, будем надеяться, что результаты будут и дальше такие же позитивные. Спасибо большое, Анастасия Константиновна. Спасибо за интересный доклад. Спасибо. Спасибо.